Теперь поговорим о ключевом слове static. Ключевое слово static в C++ имеет 5 различных применений. Первое такое применение это использование ключевого слова static при определении глобальных переменных. При определении глобальной переменной можно указать ключевое слово static. Тогда такая глобальная переменная станет глобальной переменной уровня модуля. То есть внутри модуля эта переменная будет вести себя как глобальная Из любой функции можно будет обращаться к этой переменной или изменять эту переменную Но из другой единицы трансляции получить доступ к данной переменной, к данной статической глобальной переменной не получится Более того, если в другом модуле определить статическую глобальную переменную с таким же именем, то это ничему не помешает То есть в отличие от глобальных переменных, когда на всю программу может быть одна переменная с таким именем Для статических глобальных переменных возможно иметь несколько статических глобальных переменных в разных модулях с одним и тем же именем По сравнению с обычными глобальными переменными, у статических глобальных переменных нет проблемы с инициализацией Так как одна статическая глобальная переменная не может быть завязана на другую статическую глобальную переменную из другого модуля то никакой проблемы с порядком инициализации быть не может. Однако, если мы будем смешивать статические глобальные переменные и обычные глобальные переменные, то здесь, конечно, есть простор для фантазии. Может получиться, например, что одна статическая глобальная переменная инициализируется глобальной переменной, то есть обычной глобальной переменной, определенной в другом модуле. И тогда тут есть проблема с порядком инициализации. Но если у нас есть только статические глобальные переменные, то проблем с порядком институтации нет. Однако остаются проблемы, связанные с масштабируемостью. То есть, например, если мы попытаемся сделать наш код многопоточным, то статические глобальные переменные не будут ничем уступать обычным глобальным переменным. При обращении к статическим глобальным переменным у нас также потенциально будут коллизии, то есть несколько потоков могут обращаться к ним одновременно. И точно так же при использовании статических глобальных переменных у нас могут быть побочные эффекты Поэтому использование статических глобальных переменных также является плохим стилем и от вас следует избегать